Так, Татьяна Васильевна, вот ваше личное впечатление, поменялось что-то, не поменялось, насколько лучше? Потому что то, что я вот вижу, да, стало лучше действительно, но чуть-чуть заломчик все-таки остается, и хочется его немножечко докорректировать, хотя значительно стало меньше и глубина, и самое главное, что вот после ботулотоксинов у вас расслабились мышцы, но тот дефект объема, который оставался, он в большей степени уже исправлен. Но, к сожалению, вот полностью, как бы вот то, что промялось годами, да, восстановить моментально и быстро не получается. По мере того, как будет идти рост клеточек, по мере замены, собственно, тканей кожи, естественным процессом, оно будет становиться еще лучше. Но для того, чтобы оно хорошо улучшалось и не ухудшалось, периодически надо использовать все-таки ботулотоксины, как только проходит эффект, там спустя 4-6 месяцев, надо повторять. При этом при всем у нас мышцы как раз центральной области лица, глобулярной области, так называемой, имеют так называемую моторную память или мышечную память. Со временем они отвыкают от движения нахмуривания, и эстетический эффект может сохраняться даже на протяжении нескольких лет без введения ботулотоксинов. То есть сам препарат уже давно не работает, но эстетический эффект сохраняется, потому что вы не хмуритесь. Ну а ваше мнение? Это будет здорово. Ну результат не понравился. Я, поскольку это была многолетняя морщина, вот это, межбровное белье, и я даже не ожидала, что, конечно, их можно выровнять так существенно. Вот, потому что мне казалось, что там залом уже до стола, у меня стал глубокий, там, да, прямо, ну, не знаю, там до кости, так побывали. Вот, потом, значит, у меня немножко сохранился болевой эффект несколько дней, но он был такой терпимый, как, примерно, от синяка. А сами синячки были или просто ощущение было такое? Только два, у меня где-то видно места уколов, да, вот красили. Точки. Быстро прошло, точки, да. А так, в общем, никаких синяков, ничего я не заметила. Я говорю, единственное, что при… Надавлен, при дотрагивании, когда косметику наносит, есть ощущение. Конечно, терпимо, то есть, это не приносило никакого дискомфорта в моей жизни, поэтому… Вот, нет, я абсолютно довольна, и, честно говоря, да, у меня результат очень существенный, то есть, я не рассчитывала на такой излучительный результат. Ну, с вашего позволения, мы сегодня проведем небольшую декоррекцию, это будет, в общем-то, заключительный этап коррекции вот этой области на данном моменте, да. И дальше, я думаю, что встречаться будем где-то через 4, а может быть, 6 месяцев, да, когда будет действие ботулотоксина прекращаться. Бывают пациенты, у которых длительность эффекции сохраняется до 8 месяцев, то есть, здесь надо будет смотреть по ситуации. Нету чётких вот стандартов того, что приходить надо через 3, 4, 5, 6 месяцев. Как только начинают возвращаться активные мимические движения, вы приходите, мы проводим новую коррекцию ботулотоксинами и, соответственно, опять расслабляем мышцы. Ну, и, в принципе, то, что касается процедур дальнейшего какого-то улучшения, мы с вами обсудим уже вне эфира. Соответственно, если решим ещё какую-то дальнейшую коррекцию, может быть, увидимся в эфире. Хорошо. Я готова. Мы сейчас проводим декоррекцию без анестезии, поэтому эмоции, они могут быть заметны, что неприятно. Но если терпимость болевых щей позволит, мы так и закончим нашу коррекцию. Если не позволит, будем наносить крем. Уколчик. Глубокий вдох. Плавненький-плавненький выдох. Медленно. Совсем небольшая дозировка препарата. Часть препарата у нас даже через поры выходит. Это нужно именно для того, чтобы совсем выровнять максимально взаломчик. Отлично. И второй уколчик. Вдох. Дышим спокойно, выдыхаем. Не жалеем потерю препарата, то, что он через поры выходит, потому что здесь именно заполнить, собственно, в дерме дефект. Потому что всю потерю объема, которая здесь была, и как слышали по ощущениям пациента, как будто до кости был дефект. Мы его убрали. А вот дермальный залом, его убрать всегда тяжелее. Вот и все. Вдох. 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 Вдох.